Смерть близких – это невосполнимая утрата и страшное горе для членов семьи, друзей, коллег, всех, кто ценил их при жизни и будет помнить после их ухода. Вполне понятно желание каждого прийти и попрощаться с усопшими, отдать дань памяти и уважения. Однако, насколько велико не было бы это желание, в нынешних реалиях это небезопасно. С подробным разъяснением актуальных правил проведения церемонии прощания с теми, кто покинул этот мир, выступило Духовное управление мусульман Казахстана. Обычно на Жаназанамас могло собраться до 500 человек. И согласно установленных традиций, после молитвы за упокой умершего и погребение его тела, все они собирались на традиционный поминальный обед. Через 40 дней после смерти – еще одни поминки. В нынешних эпидемиологических условиях приходится перестраиваться. Ведь теперь действуют совсем другие правила. Во время Жаназанамас мы ставим три условия. Первое – это много людей, нельзя собираться. То есть максимум 10 человек этого хватает. Второе – если вы на пожилой возрасте, если у вас возраст больше 60 лет, и плюс к этому вы болеете, допустим, у вас кашель или температура, лучше не ходить в этот Жаназанамас. Никуда не ходить. Третье – после Жаназанамаса нельзя давать поминальные обеды. То есть, как мы говорим, это годовщина, 40 дней, какого она ни была в форме, нельзя давать поминальные обеды. Тем, кому все-таки хочется почтить память близкого человека привычным образом, имам советует ожидать окончания карантина, придерживаться всех предписанных норм и перенести мероприятие до лучших времен. Иргали Рамазанулы, Юрий Белевский, Ертасықпарат.